Шаровацкая, 23. Я помню, как дедушка Борис Шумилович сидел как раз таки с той стороны, где жена Шея Тавлаяшка, там был Топчан. Он устроился на лестнице, там он сидел, склоняя к полу. Потому что 27 лет жизни это и много, и практически это ничего, когда рядом находится такой прекрасный человек, такая женщина, такая мать, жена, которая отдавала всю себя воспитанию детей, которая отдавала всю себя для того, чтобы муж так же процветал и достиг тех высот, которых он достиг, которая себя отдавала воспитанию детей, и не только своих, как было здесь сказано, естественно, и ученикам тоже. Ведь задуматься, мы действительно учились у своих учителей, это уже другое поколение, а поколение моей бабушки. Моя бабушка действительно после занятий приводила отстающих учеников к себе домой. Несмотря на то, что дома были уже 5 родителей, нужно было готовить, нужно было заниматься. У своих детей также. Она этих отстающих учеников приводила к себе домой, она их подтягивала, занималась с ними, ходила к ним домой, так же разговариваясь с родителями. Это нелегкий труд. Я помню, у нас есть еще был, Рахматы, такой родственник, к которому она обращалась для того, чтобы он изготавливал наглядные пособия. Казалось бы, школа предоставляет такие возможности, но и тем не менее, она считала это недостаточно. Она заказывалась, она работала над этим. Если я буду говорить, меня просто будут не остановить, потому что слишком много нас связывает с бабушкой, несмотря на то, что я была очень маленькая, когда она ушла. Результат труда, воспитания бабушки и дедушки – это 5 родителей. Это моя мама. Дови Твои. Ни Сон Твои. Рафаэль Твои. Света Холоджон. Гриша Патрун. Они очень много вложили в этих детей-то. Вот сейчас, дядя Ницон, вы спели, вы меня буквально вывели из строя. Я прямо до сих пор еще нахожусь там. Все дети получили прекрасный слух, по-моему, с молоком матери. Все они поют, они очень четко ощущают любую мелодию. Все они с молоком матери получили прекрасное воспитание. Конечно, это не берется с воздуха. Родители работали над этим. И я помню, Рахмати Борисович, мой дедушка, он мало говорил, но была сила взгляда. Сила взгляда бронизала на такой степени, что они понимали, что надо делать. И в семье муж и жена были едины. 27 лет – это и мало, это и много. 29 лет – это педагогический стаж моей бабушки, включавший в себя очень много. От этой пары прекрасных пятерых детей. Все интеллигентные, все интересные, все содержательные, все красивые и при этом все очень скромны. Мне не нужно действительно вас никого с ними знакомить. Вы прекрасно все знаете, они всегда говорят. И самая ценная особенность, я считаю, детей в этой семье, что когда они делают добро, они никогда об этом не говорят. Такое создает ощущение, действительно, а сделали это человек или нет. Действительно, они не многословны в этом. Они очень просты. Они очень скромны. Это действительно результат воспитания родителей. В зале находятся не только мунки, находятся и правнуки. Я бы хотела пожелать всем оттенущее здоровье, всего самого наилучшего. И хотела бы, чтобы о каждом из нас, кто-то из внуков и вообще близких родственников действительно мог сказать хорошее. Говорят же, номинек должно быть. Номинек с воздуха, наверное, не берется. Каждый человек должен во все вкладывать свою душу. Склад ума. Он должен над этим работать. И действительно, он делает только добрый.